На календаре лето, время отпусков и школьных каникул. Родители на работе, дети предоставлены сами себе. Самое время поговорить о безопасности. Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» с вами Ольга Алексеева. Гость нашей программы Вениамин Петров, министр Чувашии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Вениамин Иванович, здравствуйте! Здравствуйте! Начнем со статистики. Сколько несчастных случаев на водоемах Чувашии произошли с начала этого летнего периода? С начала этого летнего периода мы уже на воде потеряли 8 человек. К сожалению, из них двое детей. Хотя в народе говорят, солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Да, приятно в солнечную, теплую погоду выйти на речку, позагорать, поплавать, отдыхать, набраться сил, энергии. Но, к сожалению, вода – это стихия. И вот эти несчастные случаи огорчают всю нашу историю, всю нашу работу. Хотя, задача ставилась в этом году главой Чувашии в начале летнего купального сезона, чтобы в каждом сельском поселении хотя бы иметь одно место, организованное, проверенное для купания. Хотя, по сравнению с прошлым годом, количество таких мест уже увеличилось в 2,5 раза. На сегодня их у нас 117 и 13 пляжей. Но все равно недостаточно. И все-таки за аналогичный период прошлого года в этом году гибели больше на воде. С чем связано? Как вы думаете? В этом году на два случая больше. В прошлом году было 6, я уже сказал, в этом году 8. Но здесь и климатические условия. Потому что в этом году все же весна раньше была, соответственно, лето раньше наступило, жарких дней было больше. Но, как говорят, итоги года, они еще впереди. И поэтому хотелось бы вот сейчас, для этого все впереди еще, максимально-максимально обезопасить отдых наших жителей Чувасской республики, гостей, которые приезжают к нам в республику на Волгу отдыхать, чтобы несчастных случаев, проблем, происшествий как можно было меньше. Вот вы уже сказали, 13 пляжей, 117 мест специально оборудованных для купания и отдыха. Скажите, все ли хватает на этих местах? Почему все-таки несчастные случаи происходят? И где чаще происходят? В специально оборудованных местах? Надо отметить, все эти случаи практически и в прошлом году, и в предыдущие годы, и в этом году они произошли. Практически все в необорудованных местах. На пляжах, конкретно на пляжах, где у нас дежурят спасатели, где дежурит медицина, все же таких несчастных случаев единичные. А вот все несчастные случаи – это необорудованные места, к сожалению. Как вы думаете, что же нужно все-таки сделать, чтобы стало меньше таких несчастных случаев? Какое еще внимание требуется с вашей стороны, возможно? Или что, как работа ведется? Внимание с нашей стороны. Внимание со стороны инспекторов ГИМС Российской Федерации, наших спасателей, муниципалитетов, правоохранительных органов, которые тоже патрулируют, ходят, проверяют, предупреждают, говорят. Но вроде бы все делаем, а количество несчастных случаев есть уменьшение в пределах 5-7% ежегодно, но это мало. Хотелось бы, конечно, подойти к минимуму, к историческому, но пока не получается. Причина абсолютно наша, человеческая. Взрослые тонут на воде в нетрезвом состоянии, и все купаются в необорудованных местах. Дети гибнут по нашей преступной, халатной, такой безответственности хочу назвать, именно к жизни, безопасности наших детей со стороны взрослых. Потому что все дети погибли и в этом году, и в прошлом, это вот именно без присутствия самих родителей. Хотя в этом году несчастные случаи в Комсомольском районе, да, действительно там были взрослые, но в то же время девочку 9 лет отпустили на пруд с надувным матрасом загорать, кататься. Ну как можно было так вот? Я считаю, это преступное такое вот халатное отношение к здоровью своего ребенка. Думаем, с нами это не произойдет. Сумнадеянность. Вода это стихия, поэтому какой момент, откуда ждать беду, это ну практически здоровье у каждого разное тоже. Поэтому надо быть осторожным, бдительным, но и очень внимательным на воде. Как же нужно вести себя на водоеме? Еще раз может быть стоит напомнить нашим телезрителям? Ну прежде всего я уже сказал, не в трезвом состоянии, ни в коем разе, хотя вот народе опять пьяным море по колено, вот этот принцип и на сегодня он действует. Если человек выпил, пусть немного, ни в коем разе не стоит в воду лезть, потому что организм уже по-другому реагирует на переохлажденную, перегретую ситуацию, состояние. Дети, я уже сказал, ни в коем разе без взрослых, без контроля. Но если дети не умеют плавать, не умеют держаться на воде, ни в коем случае, пусть знаем, что глубина небольшая, но сегодня глубина небольшая, а завтра эта глубина может русло изменить, глубину изменить, как сейчас вот здесь на пляже уже в течение трех недель пытаемся ситуацию как бы наладить и обезопасить. Поэтому эти моменты потом. Перегрелись на солнце, ни в коем разе нельзя нырять, прыгать, надо плавно, потихоньку войти, чтобы организм привыкал. Потом зачастую в воде бывают от холодной воды судороги, но это тоже случай очень сложный, тяжелый. Поэтому если даже заходишь в воду, кто-то кого-то попросит, чтобы тебя проконтролировали, смотрели за тобой, особенно за детями малолетними. Поэтому меры безопасности все абсолютно. И плюс зачастую бывает кто-то на лодке, на катере заплыли, начинает прыгать, но это уже ни в какие рамки не годится, потому что там глубина большая. В это время лодка может в сторону уйти или что-то, потом кто будет спасать. Ну и в прудах сельских, в малых реках нырять, прыгать тоже абсолютно небезопасно, потому что и коряги, и металлические предметы, и все может быть нырнул и не вынырнул. Такие случаи тоже у нас есть. Поэтому только в тех местах, где у нас стоят знаки, разрешено купаться, где инструкция, где спасатели наши дно проверили, обезопасили, вычислили, только там можно купаться. Хорошо. Еще одна причина гибели детей в летнее время – это открытые окна в квартирах. Вот недавно произошел случай. Можете о нем немножечко рассказать и напомнить? К сожалению, это проблема тоже. Вот гибель детей от внешних факторов, так называемых. У нас это обсудили вопрос о безопасности на воде. Есть проблемы от ДТП, есть проблемы на пожарах. Но летнее время проблема для горожан в основном – это вот именно когда дети выпадают из окон. Выпадают дети в основном от полутора до пяти лет. Когда они еще маленькие, любознательные, но не смышленые. Потому что зачастую бывает или москитная сетка, она же вообще легкий толчок, выпадает, не защищает. А прошлое – это вот то, что напомнили. Здесь случай, конечно, дичащий. Ребенка еще двух лет нет. Как можно было оставить окно открытым? Возле окна там стол. Ну, я же говорю, они любознательные. Полез, перелез, чуть-чуть, может быть, пошатнулся или что-то. Ребенок не виноват. Да, ребенок не виноват абсолютно. Виноваты здесь сами родители, сами взрослые. Поэтому хотелось бы тоже напомнить, чтобы летнее время окна, если есть малолетние дети, они открытыми не должны быть. В крайнем случае, чтобы они были откинутыми только. Но открытые окна, надежда на москитную сетку – это абсолютно неверное понимание. Бывает такое, что я сама часто прохожу, вижу, как ребенок стоит у окна. Куда нужно обратиться, куда можно позвонить, чтобы сообщить об этом? Ну, здесь, конечно, сложно, потому что, если окрикнуть ребенка «отойди» или что-то, здесь, наоборот, можно повлиять на исход. Да, да, привлечь внимание ребенок может. Если бы знать вот конкретно квартиру и этаж, и есть возможность зайти в подъезд, подойти к этой квартире и позвонить, ребенок бы, да, действительно, назад бы отпрянул. Но лучший вариант, конечно, здесь, как можно быстрее позвонить, сейчас у нас единый номер всех наших дежурных служб, оперативный служб – это единый номер 112, позвонить, сказать, какой дом, какой этаж, конкретно назвать, что ребенок стоит на подоконнике или на окне или что-то, чтобы уже оператор системы 112 мог позвонить в соответствии с службой и спасатели, и пожарные, и нашу полицию, и медицину, и все службы, чтобы они могли уже оказать помощь, содействие и обезопасить. Тогда, может быть, еще раз стоит обратиться к нашим телезрителям, как-то подытожить вот эти вот несчастные случаи, и чтобы они все-таки вели себя по-другому. Ну, прежде всего, конечно, да, хотя с детьми занимается и школа, и каникулярное время, но в то же время есть такие креативно-классные руководители, они практически каждую неделю своим ученикам кидают, если так выразиться, смски, там, будьте осторожны там на улице, будьте осторожны на воде. Это тоже такой приемлемый вариант, я по своим внукам сужу, такое наблюдается. Но, конечно, летнее время мы, взрослые, должны ребятам, детям постоянно об этом говорить. Безопасность превыше всего, потому что жизнь, она дорога, жизнь, она одна, но зачастую вот мы сами, мы сами пренебрегаем. И поэтому наша святая обязанность взрослых и родителей, и бабушек, и дедушек, и чиновников, чтобы говорить детям о тех моментах, которые они должны соблюдать, находясь на улице, на высотах, на воде и другие моменты, чтобы действительно соблюдали все меры безопасности. Спасибо вам большое, Вениамин Иванович, за беседу. Приходите к нам еще. До свидания. А я вам напоминаю, что вы смотрели программу «По существу». С вами была Ольга Алексеева. Берегите себя и близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова